13 июля 2011 года президент Америки Барак Обама сделал сенсационное заявление. Я не могу гарантировать, что обязательства по выплатам после 3 августа будут выполняться. В нашем кошельке просто нет денег, чтобы сделать это. Крупнейшая экономика мира на грани катастрофы. В казне Соединенных Штатов почти не осталось наличных средств. Денег нет даже на выплату пенсии. Ближайшее падение Америки предсказано звездами. Это станет началом краха всей современной земной цивилизации. Мир вновь захлестнет. Волна безработицы и миллионы людей окажутся за чертой бедности. Меня зовут Анна Чапна. И я начинаю расследование. Как звезды влияют на экономический кризис. Это год, когда Америка будет, что называется, платить по счетам. А какой звездной опасности предостерегают физики. Будет в 2012 году конец света. Вот мы в это верим. Как страны становятся заложниками звезд. Запад будет воевать с Востока. Планеты-убийцы американских президентов. Человек, задумавший страшное преступление. И сверхсекретный астрологический отдел на службе Советской империи. Людей собрали и где-то в каком-то закрытом институте. Это тайны мира с Анной Чапна. Знак зодиака стран рассчитывается по самому важному, ключевому событию в истории государства. В астрологии принято считать, что точкой отсчета американской истории стал день подписания Декларации независимости США 4 июля 1776 года. А значит, знак зодиака Америки – Рак. Дата, время и место рождения. Для астролога эта информация – точка отсчета для составления прогноза на будущее. У них сейчас планета Плутон в оппозиции находится к соединению Юпитера с Венерой во втором доме. Поэтому вот этот вот длительный экономический кризис, он, конечно, будет на себе длительный характер. Это будет полностью меняться, видимо, финансовая система. По мнению астрологов, такое расположение планет для США фатально. Изменить ход событий уже невозможно. Ну, а поскольку весь мир привязан к американской экономике и валюте, то это не может не коснуться всех остальных. Звездные карты Америки указывают на то, что грядущий мировой кризис неизбежен. В ближайшее время Соединенные Штаты ждет изменения во власти и кровопролитная война. Сейчас говорят о черном понедельнике, который случился в августе этого года. Но это никакой еще не черный понедельник. Это слегка-слегка серый. Потому что по-настоящему черные понедельники и другие дни недели, они произойдут в следующем году, в 2012. И это связано в том числе с тем, что Солнце выходит на максимум солнечной активности. Это год, когда Америка будет, что называется, платить по счетам. Гибель сверхдержавы, мировой финансовый кризис и, как следствие, бедность и голод. Многие люди уверены, все это было предсказано еще 450 лет назад. Пророчество о грядущих событиях сделал знаменитый Нострадамус. Я чувствую, что надвигается великий голод. Он будет в отдельных странах, а затем станет всемирным. Он будет таким великим и долгим, что люди будут есть корни растений, а детей отрывать от груди. 1554 год. В маленьком французском селении Солон-де-Прованс в лаборатории трудился местный врач. В округе его знали как человека, который спасал от чумы. Он так и остался поизвестным только в местных деревнях, как вдруг доктор выпустил необычную книгу «Альманах предсказаний». Те предсказания, которые он оставил, они абсолютно правильные. Нострадамус это зачастую описывает так, как будто он стоит за портьерой и подглядывает. Вот, как будто это папарацци. Молодой лев одолеет старого. На поле битвы, в одиночной дуэли. Он выколет ему глаз в золотой клетке. После жестокой смертью умрет. Эти строки были написаны Нострадамусом весной 1559-го. Спустя несколько месяцев, 30 июня, во Франции проходит рыцарский турнир. В мечах и доспехах на поле битвы выезжает король Генрих II. Навстречу ему движется молодой шотландец. Турниры для них скорее забава. Настоящее оружие, доспехи. Но битва идет лишь до первой крови. Они расходятся в разные стороны. И лошади несут их навстречу друг другу. Первое столкновение. Копья разлетаются словно щепки. Молодой шотландец разворачивает коня. И видит ужас на лицах зрителей. Король Франции Генрих II падает с коня. Обломок копья через щель забрала, вошел монарху в глаз. Через три дня в тяжелых страданиях король скончался. Смерть Генриха II была предсказана в точнейших деталях. Но предотвратить несчастье Нострадамус не смог. Предсказанием деревенского врача никто не придал значения. Все было прекрасно. И когда появился человек, который забил в колокола, который сказал, что впереди грядут тяжелые невзгоды, впереди гражданская война. Вы знаете, это настолько было дико, что его пророчества даже не критиковались. Их не просто не приняли всерьез. Ужасы в Арфоломеевской ночи. Конец династии Бурбонов. Исследователи предсказаний Нострадамуса считают, все эти события были описаны в пророческих четверостишеях. Сам предсказатель назовет их Катренами. Каждый из сто четверостишей он объединит в десять центурий столетий. Предсказания продолжат сбываться и после смерти пророка. А сами Катрены станут настолько популярны, что тексты Нострадамуса начнут подделывать. И, кстати, вот вам еще одно сбывшееся пророчество. Будут такие, которые припишут мне то, чего я никогда не говорил. Нострадамус – это песок. 1939 год. Нацистский Берлин. Вера в силу астрологии и пророчество Нострадамуса достигла невероятного масштаба. Для захвата Франции министр пропаганды Йозеф Геббельс отдает приказ подделать пророчество Нострадамуса. По французским предместьям агенты распространяют листовки о скорой победе Германии. Устами великого пророка спасение гарантируется лишь тем, кто останется на юге страны. Исторический факт. Испугавшись предсказаний своего земляка, французы переезжают на юг, открывая путь к фашистским войскам. Вторая мировая война, создание, а затем распад СССР, теракты в Америке 11 сентября, эти и многие другие исторические события были предсказаны Нострадамусом за много лет до того, как они произошли. И если верить его пророчествам, в будущем количество катастроф будет только расти. Речь идет о грандиозной катастрофе, которая изменит ход мировой истории. Очень скоро Антихрист уничтожит троих. Его война продлится 27 лет. Все еретики мертвы, заключены в тюрьмы, сосланы. Земля будет покрыта Красным Градом, водой, кровью и трупами. Это пророчество Нострадамуса относится к 2012 году. Многие толкователи его трудов видят здесь указания на начало Третьей мировой войны. По другой версии, именно так будет выглядеть начало всемирного апокалипсиса. Что касается 2012 года с психологической точки зрения, с психологией людей, то ломка сознания будет катастрофическая совершенно. То есть мы будем наблюдать и социальные революции, и огромную волну самоубийств. Просто огромную. Потому что психика не выдерживает. Сознание переходит совершенно в другую фазу. И просто психика не выдерживает. Будут появляться агрессивные военизированные группировки, стремящиеся к власти, создающие жесткие, пирамидальные, ну, как мы бы сейчас сказали, тоталитарные формы управления. Нострадамус все это предсказал. Запад вторгается на Ближний Восток и перекрывает Великий Шелковый Путь. И уничтожает мусульман. Вот это к нему предсказано. Запад будет воевать с Востока. Далее в программе. А какой звездной опасности предостерегают физики? Будет в 2012 году конец света. Вот мы в это верим. Почему политики обращаются к звездам? Очень велика цена ошибки. Секретный документ американских спецслужб. Президенты умерли при исполнении служебных обязанностей. Я расстроила все тайны. Внимание! Это секретный документ американских спецслужб. В 2007 году информация, которая в нем содержится, просочилась в прессу. Сенсационные данные о президентах Америки. Оказывается, жизнь первых лиц Соединенных Штатов в опасности. Каждый президент США, избранный в год, кратный 20, умирал на этом посту. Абсолютно все президенты Америки, на жизнь которых были совершены покушения, избраны в месяц и год, когда Юпитер находился в одном зодиакальном знаке с Сатурном. Соединение Юпитера с Сатурном происходит раз в 20 лет. Те президенты, которые были избраны в годы, когда Юпитер соединялся с Сатурном в одном знаке зодиака, они умерли при исполнении служебных обязанностей. 1860 год. Президентом Америки становится Авраам Линкольн. В день инаугурации звездные пути Юпитера с Сатурном пересекаются в знаке Льва. 14 апреля 1865 года в результате покушения Линкольн убит. Сатурн вообще во Льве очень слабый. Это одно из самых слабых положений Сатурна. И получается, что человек больше играл во властителя и переговорил, как-то вот с ним произошло то, что произошло. 1880-е. Джеймс Гарфилд избран президентом США. Юпитер с Сатурном находятся в Овне. Через год Гарфилд скончался от тяжелого ранения. Мы можем сделать вывод, что этот человек выложился в первом жировке, не рассчитав своей силой. 1900-й. Юпитер с Сатурном находятся в зодиакальном знаке Стрельца. И избран президент Уильям МакКинли. Убит в результате покушения 6 сентября 1901 года. И Юпитер, и Сатурн. Это две планеты, которые в гороскопе человека символизируют власть. Но если Юпитер дает человеку власть, которую он воспринимает как неограниченная возможность для себя, то Сатурн дает такую власть, которую человек воспринимает как обязательство. Получается, что он работает как разрушитель. 30 марта 1981 года. Вашингтон, округ Колумбия. 10 часов утра. Президент Соединенных Штатов Америки в номере отеля готовится к торжественной речи. Глава одного из самых крупных в мире государств никак не может сосредоточиться. В то же время в кафе напротив отеля завтракает человек, задумавшись страшное преступление. Уже два года он планирует покушение на президента. Увидев расписание рабочего дня главы государства, молодой человек понимает, пришло время действовать. Президент Америки Рональд Рейган выступает с торжественной речью перед Федерацией профсоюзов. За несколько дней до этого личный астролог Рейгана Джоан Куигли предупреждает президента о грозящей опасности. Ни в коем случае не появляйтесь в этот день при большом скоплении народа. В гороскопе Рейгана она увидела роковую комбинацию Сатурна и Юпитера. В этой ситуации безопасность президента я считала своей задачей. И в тот момент я делала все как обычно. Президент США Рональд Рейган, он тоже очень тесно сотрудничал с астрологом. И она буквально вот тоже по дням, по часам рассчитывала ему наиболее какие-то благоприятные моменты для переговоров, для инаугураций. Инаугурация Рейгана действительно была рассчитана строго по звездной карте. Джоанна стояла. Торжественная церемония должна состояться 20 января в 4 часа утра. Еще до того, как взойдет солнце. Это было неслыханно. Провести столь важную для страны церемонию ночью. Но Рейган привык слепо доверять личному астрологу. Но тем не менее, была проведена в рассчитанное время. Рано-рано утром, когда только солнце сходило, еще удивлялись гости, зачем так рано. Но именно вот эта дата позволила рассчитать 4 года успешного правления Рональда Рейгана. И действительно, Америка благодарна и очень многим обязана тому периоду, который пришел с направления Рональда Рейгана. 30 марта 1981 года. Рейган выступает перед профсоюзами. Несмотря на уговоры прозорливый Джоанн, в тот день он не мог отменить выступление. В окружении президента уже ходили слухи. Страной управляет астролог, а Рейган лишь марионетка в ее руках. 14 часов 30 минут. После публичного выступления Рональд Рейган выходит из гостиницы Хилтон. Охрана еле сдерживает зевак. Вдруг один из молодых людей выходит из толпы. Он направляет на Рейгана револьвер и за несколько секунд делает 6 выстрелов. Последняя пуля попадает в грудь Рейгана. В отличие от своих предшественников, Рейган чудом выжил в тот день. И лишь срочное хирургическое вмешательство спасло его от смерти. После этого случая Джоанн Куигли заслужило безоговорочное доверие Рейгана. Говорят, с тех пор, даже для того, чтобы совершить обычный полет на самолете, свою жизнь Рейган доверял не синоптикам и службе безопасности, а прогнозам личного астролога. До конца своего президентского срока он утверждал, что Джоанн рабочее расписание. Рейган жил по астрологическому календарю с размеченными днями. Ну, когда вот такое подтверждение приходит, уж чего говорить, приходится верить. Многие правители мировых держав использовали астрологию для достижения своих целей. Президент Теодор Рузвельт вывешивал свой гороскоп на стене кабинета в Белом доме. Маргарет Тэтчер, Индира Ганди и Жак Ширак заказывали себе астрологические прогнозы. К астрологии обращаются все, для кого важен результат. Ну и политики, да, политики тоже относятся к этим частям. Во-первых, важен, очень важен результат. Во-вторых, очень велика цена ошибки. И даже маленькая информация, даже кусочек мизерной информации, он все равно снимает какую-то долю ошибок. Далее в программе. Сверхсекретное дело астрологов на службе Сталинской империи. Людей собрали и где-то в каком-то закрытом институте. Гороскоп на страже московского метро. Каждая веточка метро попадает в какой-то сектор. И тайный астролог на службе Балтийского флота. В реке всегда дошумляли корабли. Я расстроилась. Все тайны. 1929 год. Геленджик. В СССР проходит конференция астрологов. Глава самого атеистического государства лично распорядился собрать лучших из лучших. Первое заседание закончилось под всеобщей овацией. Впервые в Советском Союзе астрологи смогли открыто говорить о своем занятии. Научные дебаты прервали на обед. Вдохновленных поддержкой вождя, людей рассадили по машинам. Но с обеда никто не вернулся. Больше их никто не видел. Долгое время считалось, что они были арестованы и расстреляны. Но спустя 80 лет стали известны невероятные подробности. Участники первой астрологической конференции действительно были арестованы сотрудниками ОГПУ. Но астрологов не расстреляли. До конца своих дней они трудились в сверхсекретном отделе и вели тайные астрологические расчеты для первых лиц государства. Этих людей собрали в каком-то закрытом институте. Они сидели и работали. 1930 год. Москва. Бутырская тюрьма. На территории легендарных казематов работает сверхсекретный отдел. Особое конструкторское бюро номер 12. Детище всевластного чекиста Генриха Ягоды. Исследователи считают, под видом конструкторского бюро скрывался спецотдел личной службы безопасности Сталина. Именно для работы в нем были собраны лучшие астрологи страны. Родственники и родные считали их расстрелянными. В то время как здесь, в ОКБ номер 12, они конструировали по звездам будущее Сталинской империи. Известно, что в гороскопах вот этих людей, исчезнувших после конференции, нет указаний на смерть. Март 1931 года. На стол вождя народов лег особый документ. Проект строительства московского метро. По мнению исследователей, над разработкой карты будущей столичной подземки трудились не только инженеры, но и астрологи. Расположение станции современного метро имело скрытое значение. Кольцевая линия должна была символизировать собой 12 зодиакальных знаков. Наше метро, оно таким образом спроецировано, что каждая веточка метро попадает в какой-то сектор, соответствующий определенному знаку зодиака. И у нас 12 веточек метро, соответственно, 12 знаков. Зодиак, он построен на принципах гармонии, да, мировой. И хотели, видимо, чтобы наше метро тоже было таким гармоничным, цельным, да, соответствовало каким-то мировым законам. Более того, в первоначальном проекте строительства Сталинской Москвы предполагалось возведение девяти высоток. По мнению исследователей, количество и место их расположения было выбрано не случайно. Дело в том, что астрологи считают, судьба и жизнь не только человека, но и государства зависят от расположения девяти небесных светил. Семи планет Солнечной системы, Луны и Солнца. Вместе с зодиакальной картой метро высотки должны были создать сверхмощную звездную защиту столицы Сталинской империи. Сталин был человек деталей, он ничего не делал случайно. Там не было случайных поступков. И все такие важные, значимые решения, они были очень здорово продуманы, просчитаны, оговорены и не стеснялся консультироваться с разными специалистами. Не принимал решения под чьим-то давлением, но собирал информацию по полной программе. Я думаю, что и астрологическую в том числе. Историки всегда отмечали удивительную политическую прозорливость Сталина. Он всегда был на шаг впереди своих конкурентов. По мнению астрологов, в этом ему помогали звезды. Вся логика событий и многие вещи, которые происходили тогда, многие события, запущенные государством, запущенные Сталином, они делались в очень удачное, в очень правильное, ну, буквально так только рассчитать можно было, астрологически рассчитать это время. По мнению астрологов, главное доказательство особого отношения Сталина к гороскопам тайна даты рождения вождя народов. Многие годы считалось, что он родился 21 декабря 1879 года в городе Горь. Но во многих ранних документах значится совсем иная дата. 6 декабря 1878-го. Вот выписка из метрической книги Успенской соборной церкви города Горь. Вот аттестат об окончании Иосифом Джугашвили духовного училища. И даже лично заполненная Сталиным в 1918 году анкета содержит ту же дату. Исследователи считают, именно астрологи предложили Сталину поменять дату рождения. Для обладания миром в настоящем гороскопе ему не хватало особого расположения звезд. Хотя его организм биологический жил по старому гороскопу, этим объясняется очень большая закрытость и большое раздвоение, в том числе в его сознании, которое иногда воспринималось современниками, еще ли там на уровне шизофрении, или как бы сверхгениальности. Многие историки подтверждают, почти все советские правители пользовались услугами астрологов. Это может показаться невероятным, но во времена Леонида Брежнева начинающие советские агенты разведки даже сдавали специальный экзамен на знание астрологии. У всех великих деятелей современности 20-го века, 21-го, у всех есть астрологи. И во Франции практически все президенты пользуются услугами астрологов, и в Америке. В Советском Союзе все, что связано с астрологией, скрывалось под грифом секретно. Тайная астрологическая служба существует и сегодня. Вот уже несколько десятилетий калининградец Вадим Петухов делает специальные прогнозы Балтийскому флоту России. Но гороскопы он составляет не для людей, а для военных кораблей. Я был дивизионным связистом, и подчинение было 6 кораблей по связи. Штаб был плавающий, постоянно мы выходили в море, и вот тогда я всегда просто считал, как, что при достаточном времени можно вычислять, я думаю, процентов на 90. Моряки всегда одушевляли корабли свои. Считали, что они одушевленные. У каждого корабля есть свой день рождения, который всегда отмечался на флоте экипажем того или иного корабля. Моряки приходят к Вадиму Петухову практически перед каждым рейсом. И не случайно. Многие из прогнозов, сделанных астрологом, совпадали. Шел корабль на загрузку ракет. На загрузке было 50 лет без происшествия, без всего. И вот тогда вот строили, и я говорю, что этот день был на луне, не надо делать. Но государственный заказ командование флота нарушить не имело права. Рабочие продолжали загрузку боевых ракет, а моряки готовились к отплытию. И в тот день на погрузке перевернулся кран с ракетой. Погрузка ракет в тот день прошла быстрее, чем планировалось. И только чудом удалось избежать жертв. Великий физик Лаплас сказал, дайте мне начальные условия любого опыта, эксперимента, и я с точностью 80% предскажу ход самого эксперимента. Далее в программе. Астрономы против астрологов. Астрономия – это наука, а астрология – это вера. Фатальные ошибки астрологов. Было очень сильное, большое ладь. Но ее не было просчитано. И о чем на самом деле говорил Нострадамус. Это будет пророчество, которое непременно сбудется. Я расстрою все тайны. В 1975 году в американском журнале «Гуманист» печатается большое исследование ученых. Почти две сотни известных физиков, математиков и психологов заявляют, не стоит так сильно доверять астрологии. Ее основы ненаучны, а значит, прогнозы несостоятельны. Думаю, что планет, которые влияют на судьбу человечества, просто нет. Ибо планеты находятся относительно далеко. Светят они отраженным светом солнца. И поэтому ни за, ни против нашей деятельности они ничего не делают. Чтобы разобраться в том, могут ли планеты влиять на судьбу стран или людей, мы пригласили в планетарий двух специалистов – астролога и астронома. И астролог, и астроном настроены решительно. Один считает, что астрология – наука. Астрология пытается связать невестные явления с жизнью человека, как они проявляются. А астрономия лишь наблюдает. Другой, что звездные гороскопы – миф. Астрономия – это наука, а астрология – это вера. Астролог уверен, звезды влияют на жизнь стран и людей. И доказательства – тысячелетние наблюдения и ежедневные совпадения. Вы вдруг увидели, что в 99-м году у мальчиков, родившихся в 80-81 году, кривая делает резкий кризисный всплеск с июля с августа 99-го года. И когда я посмотрел, чем это вызвано, какими факторами, я сказал – это война. С астрологом не поспоришь. В те годы действительно началась Вторая Чеченская война. Но в то же время астроном парирует. Совпадение прогнозов в астрологии случайно. А общие фразы, предвещающие трагедию, можно подвести под любую эпоху. Более того, я вам честно скажу, все люди, которые 150 лет назад ели огурцы, умерли и умрут, те, которые сейчас едят. Ну, это правда. В 1955 году парижский статистик Мишель Готлен изучил персональную информацию 40 тысяч парижан. Готлен сравнил следующие данные. Положение планет в момент рождения, тип личности и род занятий. Вывод был однозначен. Статистик не обнаружил никакой связи между характером и видом деятельности человека с положением планет в момент его рождения. Статистическое подтверждение астрологии – нет. Было и случайное совпадение. А вы знаете с точностью до минуты время своего рождения? Ведь именно от этого зависит точность персонального гороскопа. Погрешность в одну минуту грозит тем, что предсказание будет сделано не совсем верно. Пять минут – уже достаточный срок, чтобы астрологический прогноз был совершенно ошибочным. Но это не единственная причина, по которой астрологические расчеты могут оказаться несостоятельными. Каждый человек настолько индивидуальный. Даже вот есть два одинаковых гороскопа, и каждый будет совсем по-другому. Потому что эту женщину, этих детей, одновременно рожденных, рождают разные родители. Одна мать водолей, а другая мать весы. Может быть, именно поэтому астролог ВМФ России не смог предсказать сам себе автомобильную аварию, в результате которой он сам чуть не погиб, а его жена на всю жизнь осталась инвалидом. Ехали, как он мне рассказывал, по главной дороге, и по стороне выскакивает легковая машина. И у них как раз влезло, и их помело его, там кости поломало, а ей ноги, там руки. И вот она сейчас сходит руками, не работает одна. Собственно говоря, не хочу особо эту тему поднимать. Но была очень сильная, большая авария. Очень большая авария. Она ее не была просчитана. Знаменитый Мишель Нострадамус не смог ни предвидеть, ни предотвратить гибель своей семьи. Его жена и двое детей умерли во время эпидемии чумы. Нострадамус не смог помочь им ни как врач, ни как астролог. Действительно, он потерял жену и двое детей. Про чуму ничего не сказано. Нет, говорилось, что они умерли от чумы, не во время эпидемии, от чумы. Катастрофы, которые предстоит пережить человечеству, описываются в предсказаниях Нострадамуса с завидной регулярностью. Но странное дело, в большинстве Катренов нет указания дат. Да и сами страны можно интерпретировать по-разному. Попробуем разобраться. Война Востока с Западом. Любой историк не увидит в этом ничего примечательного. Не было ни одного века, чтобы Запад не воевал с Востоком. Или фраза «Кровь великих девиц. Так много зла совершено великим красным». Ее можно отнести к действиям почти любого тирана. Всегда есть большая или маленькая лазейка, которая позволит к конкретному прогнозу привязать какое-то случившееся событие. Но предсказывать прошлое – это наука, в общем, не хитрая. Гораздо сложнее предсказывать будущее. Прежде чем что-то расшифровывать, нужно сначала доказать, что это зашифровано. И он там ничего не зашифрован. Некоторые исследователи утверждают, Нострадамус вообще не говорил о будущем. Его кадрены – всего лишь описание древней истории. А значит, не более чем литературные произведения. Нострадамус придерживался концепции повторяющейся истории. Если мы берем минувшее яркое историческое событие, опишем его в будущем времени, и это будет пророчество, которое непременно сбудется. Так и было. Но тогда почему со советом к Нострадамусу лично приезжали короли и вельможи? А сборники его предсказаний издавались немыслимыми тиражами. Каждому человеку хочется знать, а что день грядущий ему готовит. Каждому человеку хочется знать, будет ли у него успех, его ли этот человек, какое у него будет счастье, как долго он проживет. Это такая мистичная натура у человека. И поэтому всегда хочется узнать. Психологи давно заметили – не звезды, а человеческое любопытство – основа астрологии. Так ли это на самом деле? Посмотрим на звезды глазами астрономов. Небесные тела слишком удалены от Земли. Самая близкая планета Венера приближается к нам не менее чем на 40 миллионов километров. Марс находится от Земли еще дальше. 27 августа этого года он приблизится к Земле на рекордные 55 миллионов километров. Впервые за последние 60 тысяч лет. Чем это может грозить человечеству? Для невооруженного взгляда Марс будет выглядеть, как небольшая монета на расстоянии приблизительно 150 метров. Астрономы уверены – даже такая близость не сможет оказать влияние на нашу планету. Солнце очень массивно, Луна очень близко. Все остальное мало массивно, очень далеко и просто не может на Землю никакого влияния оказывать. Может быть, существует еще какая-то малоизученная учеными сила, с помощью которой планеты влияют на судьбу людей. Сегодня физикам известны четыре типа сил. Одна из них – гравитационная. Она описывается законом всемирного тяготения. В 1991 году ученый Эндрю Фрэк Ной привел пример. Акушер, принимающий ребенка, оказывает на него гравитационное воздействие в 6 раз больше, чем Марс. Официальная наука делает выводы. Астрономия – наука, астрология – шоу-бизнес. И нету никаких научных методов, нету никакой научной проверки. И все же небесные светила влияют и на земную политику, и на жизнь людей, и на судьбы государств. Но не так, как считают астрологи. Далее в программе. Как магнитные бури воздействуют на жизнь людей? Шоу-бизнес может погрузиться в новой каменной вере. Почему вспышки на Солнце провоцируют революции? Солнечная активность очень чувствительна на наши приборы. И какой космический патруль защитит человечество от Солнца? Я расстроил все тайны. В мае 2010 года вулкан с самым труднопроизносимым названием «Эйяфьятла-Йокудль» перекрыл движение Европы и всего мира. Астрологи тут же подтвердили – пепел рассеется, когда на звездных картах уран разойдется с Сатурном. Критическая ситуация в мире – лишь следствие оппозиции между этими планетами. Сатурн формирует заранее просчитанный вектор развития, а уран – непредсказуемость. В этот же период на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Светило покрылось черными пятнами, а на Земле разразилась магнитная буря. 11 марта 2011 года в Японии произошло одно из сильнейших землетрясений современности. Погибли десятки тысяч людей. За день до этого на звездных картах пути Сатурна и Урана вновь пересеклись. А на Солнце вновь зафиксировали мощную вспышку. Сейчас ученым известно – все планеты и звезды – это гигантские космические линзы, которые преломляют и отражают свет. Они посылают мощнейшие излучения, подобно рентгеновским лучам, проходящим сквозь тело человека. В 2010 году в результате наблюдений за Солнцем специалисты Пулковской обсерватории пришли к выводу. Солнечная активность модулирует потоки галактических космических лучей. Именно они вызывают глобальные изменения в погоде и климате. Все, что попадает в эту зону, получает дозу огромнейшего излучения. Все живое и неживое на Земле – продукт галактического воздействия. Это постоянно изменяющееся воздействие можно сравнить с картинками калейдоскопа. Появившийся на несколько секунд узор больше не повторится. Возможно, в этом кроется причина уникальности человеческих судьб. Конечно, главное влияние космоса на Земле – это влияние на климат. А через климат – на судьбы стран, экономику, сельское хозяйство и человечество. От Солнца зависит жизнь на Земле. Засуха, землетрясение, наводнение – все это в той или иной степени – результат солнечной активности. Изменение климата определенно влияет на революции, на судьбу государства. Совершенно очевидно, что когда человек более голодный, он более агрессивный. А когда холодно, то плохой урожай. Соответственно, небольшое снижение солнечной активности приводит к похолоданию, росту, агрессивности. Замечено. Самые масштабные эпидемии холеры были зафиксированы в годы максимальной солнечной активности. А периоды эпидемий гриппа приходятся на моменты пика солнечного цикла. Солнце представляет из себя такой огромный совершенно плазменный шар, внутри которого идут ядерные реакции при огромных температурах и давлениях. Важно то, что в ее ходе вырабатывается энергия. Она выделяется в виде электромагнитного излучения. Температура на поверхности Солнца близка к 6000 градусам по Цельсию. Из-за давления и температуры в центре Солнца протекают те же процессы, что во время взрыва термоядерной бомбой. Ядра атомов водорода соединяются между собой, превращаясь в ядра атомов гелия. Солнце излучает энергию в виде электромагнитных волн. За 8 минут они преодолевают расстояние от Солнца до Земли, равное примерно 150 миллионам километров. Для солнечной активности характерны периодичности. То есть идет перестройка от магнитного поля на Солнце. И в зависимости от этого, эти силовые линии, которые выходят наружу и приводят к пятна образования, у них отменяется как количество, так и общая напряженность магнитного поля. Испарение воды, формирование облаков, выпадение осадков, течение рек. Вся жизнь на Земле происходит за счет трансформированной солнечной энергии. Морские течения, ветры, живые существа – все на Земле рождает Солнце. И если оно погаснет, Земля превратится в мертвый шар. Не было пятна от Солнца в течение одного или двух периодов. В это время в Европе был то, что называется малый предниковый период. Были холодные зимы, холодные лета. В 1859 году астроном Ричард Каррингтон зафиксировал самую сильную вспышку на Солнце за всю историю наблюдений. В тот день светило покрылось необычно крупными пятнами. Это было видно даже без телескопов. Поверх пятен вспыхнули два ослепительных шара. А через 17 часов ночь над Америкой стала днем. Заревы из малиновых и зеленых сполохов стали видны жителям Ямайки и Кубы. На Земле началась большая магнитная буря. И тогда появились первые телеграфы. И они стали искрить все по всем земным шарам. И возникли пожары по телеграфной станции. Один из директоров НАСА Джеймс Грин уверен. Если подобная вспышка произойдет сегодня, это станет настоящим концом света. Земля поглотится тьмой. За минуту на всей планете погаснет свет. Апокалипсис начнется с крупных городов. Там, где больше всего электричества. Впоследствии будут десятки миллионов человеческих жертв. Люди могут быть не очень чувствительны к солнечной активности. Но к солнечной активности очень чувствительны наши приборы. А мы от этих приборов начинаем зависеть все сильнее и сильнее. Если такая вспышка произойдет снова, то она повредит существующие сети электросвязи, уничтожит спутники. То есть без электричества человечество может погрузиться в не новый каменный век. В 2015 году НАСА планирует направить в космос постоянный космический солнечный патруль. Специальный спутник будет отслеживать и прогнозировать изменение активности Солнца. Но станет ли это панацеей от бед? И станет ли это спасением от конца света? Кто-то когда-то почему-то сказал, что в 2012 году будет конец света. Ведь серьезная вещь, конец света, гибель цивилизации. Приходят сюда и говорят, а вот мы вот считали, что будет в 2012 году конец света. Вот мы в это верим. А вы как? Я начинаю рассказывать, что это ерунда, что это все чушь. И вижу в лицах разочарование. Не знаю, кредитов понабрали. В июне 2011 года ученые Массачусетского медицинского университета объявили. Разгадка тайны влияния небесных тел найдена. И люди сами могут прогнозировать свое будущее. Секрет в шестом чувстве. Исследователь Стивен Рипперт заявил, он открыл в организме человека некий белок, который позволяет различать нам магнитные поля. Невидимый глазу светочувствительный белок криптохром работает как магнитный сенсор. Доказано, что с помощью него мигрирующие птицы чувствуют магнитное поле Земли. Возможно, с помощью шестого чувства мы сами можем. Без гороскопов, астрологов, исследований ученых напрямую чувствовать влияние космоса, предсказывать вспышки на Солнце и активность небесных светил. Осталось только научиться использовать это загадочное шестое чувство.